Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить о наблюдениях звездного неба в 2022 году и на очереди первый летний месяц – июнь. С точки зрения тепла наблюдения становятся более удобными, но есть значимый минус – в северных широтах в июне наступает день летнего солнцестояния. Хотя и произойдет это нескоро, аж 21 июня 2022 года, все равно астрономической ночи в Москве почти не наступает, поэтому наблюдение тусклых протяженных объектов вроде туманности и галактик существенно осложнено. Но несмотря на такое положение дел, наблюдением в июне быть. Начнем мы наш разговор с серебристых облаков. Это самые высокие образования в атмосфере Земли. Они находятся на высоте 80 км. Атмосферное давление на такой высоте сильно меньше давления на поверхности планеты, поэтому для возникновения и существования там ледяных кристаллов нужны необычные условия. Во-первых, нужна очень низкая температура от минус 140 до минус 120 градусов. Во-вторых, необходимо достаточное количество водяного пара. В-третьих, для роста ледяных кристаллов должны присутствовать ядра конденсации, которыми служит метеорная пыль, скопление ионов с присоединенными молекулами воды и пыль земного происхождения, включая вулканическую. Общая схема образования ледяных частиц состоит в следующем. На ядрах конденсации начинают намерзать молекулы водяного пара, когда первые оказываются на высоте 82-87 км, то есть в зоне, где температура уже опускается ниже точки замерзания льда. К ледяным частицам присоединяется все больше и больше молекул воды. Кристаллы растут в размере. Когда размер ледяных частиц превышает 30 нанометров, они становятся способными рассеивать достаточное количество солнечного света, чтобы быть видимыми с поверхности Земли. Необходимо ответить важную, а возможно решающую роль метана. Метан – это парниковый газ, поступающий в атмосферу земной поверхности, в том числе из-за жизнедеятельности человека, связанной с сельским хозяйством и промышленными выбросами. Молекулы метана легче молекулы окружающего воздуха, поэтому они медленно диффундируют, поднимаясь вверх. Выше 30 км метан под действием космического излучения окисляется с образованием воды. В среднем одна молекула метана производит в мезосфере две молекулы воды. Отсюда следует, что метан служит там мощным дополнительным источником влажности. Поэтому, возможно, серебристые облака являются следствием человеческой деятельности. Космические снимки показывают, что серебристые облака непрерывно существуют в летний период и наблюдаются круглосуточно в полярных регионах выше широт 70 градусов. Можно сказать, что над полярными регионами нашей планеты, но только в летнее время, образуется ледяной слой в атмосфере на высотах 80-85 км. От этого слоя отделяются области, которые постепенно перемещаются в субполярные средние широты благодаря ветру. Эти области становятся видимыми наблюдателю с поверхности Земли, как поля серебристых облаков. В сигнале серебристые облака естественный процесс. Как показали расчеты и наблюдения, источником, который может обеспечить образование высотных облаков на наш космический век, стали жидкостные ракеты вторых ступеней мощных ракетоносителей, отрабатывающих на высотах от 50 до 160 км. При каждом запуске ракетоноситель типа «Союз» выбрасывает около 11 тонн водяного пара. Следует отметить запуски ракет с российского космодрома Плесецк. Практически всегда запуски в летнее время сопровождаются появлением красивых серебристых облаков, хорошо видимых не только в северных регионах европейской территории России, но и в Москве. Сложно точно предугадать, когда можно увидеть серебристые облака. Мы знаем, что их нужно наблюдать на севере. Мы можем наблюдать раз в 15 минут, внимательно просматривая сумеречный сегмент. При обнаружении серебристых облаков мы можем отметить их яркость, марфологические формы, также наличие или отсутствие обычных тропосферных облаков. Если вы хотите принести пользу науке, то результаты ваших наблюдений можно отправить на сайт Метеовеб. Теперь же мы перейдем от серебристых облаков к звездному небу. На северо-западе вечером мы можем найти созвездие Большой Медведь, пока еще достаточно высоко от горизонта. Потом это созвездие будет опускаться все ниже и ниже. Лев кронится к западу, готовясь зайти, а созвездие Лиры, Лебеди и Орва наоборот восходит. Их яркие звезды Вега, Денеп и Альтаир образуют астеризм летний осенний треугольник. Рядом со Львом можно заметить созвездие Девы с яркой звездой Спика, а над ней находится созвездие Валопаса, которое легко найти на небе. Сделать это можно от хвоста Большой Медведицы. Левее Валопаса мы по-прежнему видим россыпь звезд, созвездие Северная Корона с яркой звездой Гемма. В июне кульминируют созвездия Геркулеса, Змееносца, Скорпиона. Во многих этих созвездиях есть множество интересных объектов, но следует помнить, что в июне мы ограничены минимальной продолжительностью ночи и светлым небом в наших северных широтах. Правда, если уехать на юг, то тогда можно сохранить возможность наблюдения тусклых объектов, хотя и там продолжительность ночи также уменьшается. Для начала мы обратим внимание на объекты созвездия Змееносца. Здесь можно наблюдать множество звездных скоплений, как шаровых, так и рассеянных. Начнем мы со звездного скопления М10, которое было открыто Шарлем Месье в 1764 году. Расстояние от Земли до данного объекта составляет 15 тысяч световых лет. Радиус скопления – 41 световой год. Это примерно две трети полных Луны. Видимая звездная величина скопления составляет плюс 6,4. Это скопление можно даже увидеть в бинокль. Для его просмотра лучше использовать увеличение в 60 крат. М10 примечательно большим количеством голубых, отставших звезд. Это звезды, которые кажутся намного моложе своих соседей. Считается, что звезды в шаровых скоплениях сформировались и составились одновременно, поэтому все они должны быть примерно одного возраста. Но есть аномальные, более голубые звезды, которые были созданы либо столкновениями между звездами, либо другими звездными взаимодействиями. Такие события легко представить в густонаселенных шаровых скоплениях, в которых плотно упаковано до нескольких миллионов звезд. Помимо шарового звездного скопления М10 в созвездии Змееносца есть множество других шаровых звездных скоплений, например, М9. Это скопление расположено дальше, на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли. В 1764 году этот объект открыл шар Эль-Месье, обозначив его как туман из без звезд. А затем, в 1783 году, Уильям Гершер смог увидеть именно отдельные звезды в этом скоплении. Видимая звездная величина составляет плюс 7,7, то есть это скопление более тусклое по сравнению с М10. Для его наблюдений потребуется большее увеличение, 70 крат. Это не единственное шаровые звездные скопления в созвездии Змееносца, но говорить долго про такие объекты не очень интересно. С наблюдательной точки зрения, шаровые звездные скопления довольно сильно похожи друг на друга. Теперь мы перейдем к рассеянному звездному скоплению в созвездии Змееносца, которое можно наблюдать и в бинокль, и в телескоп. Речь про скопление IC-4665. Оно было открыто Филиппу Муа-де-Шизо в 1745 году. Скопление начало развиваться менее 40 миллионов лет назад и находится на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. Видимая звездная величина скоплений составляет плюс 4,2. Его можно наблюдать при увеличении 45 крат, то есть нам не обязательно иметь телескоп. Из достаточно темного места данное скопление может быть видно невооруженным глазом. Это одно из самых ярких скоплений, которое не было занесено в каталог Шарля и Месье или Уильямом Гершелем. Рядом с созвездием Змееносца вы можете заметить змею. Это экваториальное созвездие могло бы остаться незамеченным. Звезды в нем не очень яркие, но при этом форма довольно узнаваема. Стоит ориентироваться на весы Деву и Валопаса, чтобы найти голову змеи, и на щита Стрельца и Змееносца. Там можно с легкостью найти хвост. В змее можно наблюдать звездные скопления, например, оси 47-56. Это скопление часто называют скоплением графа или скоплением тру-ля-ля. Оно расположено на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Видимая звездная величина скопления составляет плюс 4,6. Это позволяет наблюдать скопление в том числе и в бинокле. Рекомендуемое увеличение составляет 40 крат. Над змеей и змееносцем можно заметить яркое созвездие Геркулеса. В нем также находится известное шаровой звездное скопление М13, состоящее из нескольких сотен тысяч звезд. Английский астроном Эдмон Галей, не более известный тем, что обнаружил периодичность кометы, носящей его имя, открыл М13 в 1714 году. Когда Шарль Месье в 1764 году добавил М13 в свой каталог, он был убежден, что туманный объект вообще не содержит звезд. Поскольку они так плотно упакованы вместе, отдельные звездные скопления не были разрешены до 1779 года. Около ядра этого скопления плотность звездного населения примерно в 100 раз выше, чем плотность в окрестностях нашего Солнца. Звезды настолько близки, что время от времени они могут столкнуться друг с другом и даже образовать новую звезду. Но также в этом созвездии можно наблюдать и другие объекты, например, планетарную туманность NGC 6210. Эта туманность расположена на расстоянии 5500 световых лет от Земли. Впервые этот объект был зарегистрирован Джозефом Лоландом 22 марта 1799 года как звездообразная особенность. Туманность как будто бы состоит из двух частей яркая внутренняя область, как будто бы заполненная арками и нитями, и более крупный тусклый внешний объем, который имеет пару трубчатых структур. Видимая звездная величина туманности составляет 8,8. Вблюдать его лучше при большом увеличении, в 240 крат. Теперь же мы с вами перейдем к видимости планет. Меркурий удаляется от Солнца, но при этом не виден, так как поднимается над горизонтом практически вместе с Солнцем. Условия видимости Венеры также небогоприятны, поскольку восходит она перед самым восходом Солнца и теряется на ярком небе. Венеру можно попытаться увидеть в дневное время. Утром 26 июня Луна будет находиться в 3 градусах правее и выше Венеры. Тонкий серп Луны и Венеру можно попытаться увидеть перед восходом Солнца, низко над северо-восточным восточным горизонтом. Марс в начале месяца восходит около 2 часов ночи на Востоке вместе с Юпитером. В конце месяца планета восходит уже в час ночи и видна до рассвета, поднимаясь к рассвету почти на 15 градусов. Яркость планеты составляет 0,5. В первые дни месяца Марс находится рядом с Юпитером, постепенно удаляясь от него влево. Юпитер в начале месяца восходит в 2 часа ночи и виден короткое время перед восходом Солнца, низко над восточным горизонтом. К концу месяца планета восходит уже до часа ночи и видна более 2 часов до рассвета, поднимаясь высоко в юго-восточной части неба. Яркость планеты составляет минус 2,3. В серископ мы можем хорошо увидеть Юпитер, его спутники и облачное образование на этой планете. Условия видимости Сатурна также улучшаются. В начале месяца планета восходит сразу после часа ночи и видна почти 2 часа до рассвета, невысоко на юго-востоке. В конце месяца планета восходит еще раньше, до полуночи, к рассвету поднимаясь на высоту 20 градусов в южной части неба. В телескоп мы можем хорошо увидеть кольца Сатурна, а также его яркие спутники Титан и Рею. На этом у нас на сегодня все. Желаем вам ясного неба и хороших наблюдений.